Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Лишний раз подчеркивать, а польза переводчика не стоит, однако большинство людей используют только стандартное окно для перевода в приложение Google Translate, игнорируя дополнительные функции и возможности, которые значительно облегчают жизнь. Если вы когда-нибудь пользовались переводчиком, это видео будет вам полезно. Далее в видео я детально покажу, что на сегодняшний день умеет приложение Google Translate. На сегодняшний день приложение Google Translate дает возможность переводить не только введенный из клавиатуры текст, а еще и текст камеры, синхронный перевод, текст рукописного ввода, голосового ввода, перевод с программы и целых документов. Сделать это можно через браузер на компьютере и приложение на телефоне. Приложение для смартфона вы можете скачать с маркета. Итак, начнем по порядку – перевод текста с камеры. Одна из полезных функций мобильного приложения – перевод текста при помощи камеры смартфона. В режиме реального времени готовый текст будет отображаться вместо той надписи, которую вы снимаете. Мгновенный перевод пригодится в том случае, когда нужно узнать, что означает какая-то вывеска или предостерегающий знак. Особенно это будет удобно за рубежом. Для того, чтобы запустить эту функцию нужно лишь запустить камеру с панели инструментов приложения. В самом режиме съемки можно открыть и любое ранее полученное фото, на котором имеется текст, который нужно перевести. Также в приложении вы можете ввести любой текст для перевода с клавиатуры. Но помимо этого Google Переводчик поддерживает рукописный ввод. Эта функция доступна как в веб-версии сервиса, так и на мобильном приложении. В первом случае достаточно лишь нажать на иконку карандаша в нижней части окна ввода. Сенсорный экран или поддержка стилуса не обязательны в случае с ПК. В браузере на ПК можно писать при помощи мышки, зажав ее левую кнопку. Ниже области ввода будут появляться слова, которые сервису удалось распознать. В мобильном же приложении рукописный ввод реализирован еще удобнее. Активируется он нажатием на иконку ручки, после чего пальцем вы сможете нарисовать как отдельные буквы, так и целые слова. Такой метод ввода может быть особенно полезен для изучающих иероглифические языки в японский, китайский или корейский. Также в мобильном приложении Google Переводчик есть озвучка набранного текста и даже голосовой ввод, однако куда более полезной функцией является сообщение. Она позволяет перейти в специальный режим с синхронным переводом для диалога с иностранцем. В этом режиме приложение слушает и переводит на язык собеседника все фразы, проговаривая их голосом и отображает текстом. Чтобы предложить кому-то поболтать через функции сообщения нужно выбрать язык и нажать на иконку ладони в правом верхнем углу. После этого на экране отобразится специальное приветственное сообщение на выбранном вам языке. При голосовом вводе текста вам нужно лишь произнести его и на экране телефона появится переведенный текст на выбранный язык. Для этого откройте приложение Google Переводчик. В верхней части экрана нажмите на кнопку с названием языков и укажите нужную языковую пару. Нажмите на значок микрофона. Если эта кнопка окрашена серым, значит выбранный язык еще не поддерживается. Когда появится приглашение говорите произнесите текст, который нужно перевести. Вы спросите, а что же делать, если нет доступа к сети интернет? Это приложение работает без подключения к сети? Да, работает. Мобильный Google Переводчик уже давно может работать без подключения к интернету. Нужно лишь предварительно загрузить словари нужных вам языков. Сделать это можно из бокового меню приложения, выбрав перевод offline. В этом разделе языковые пакеты можно не только сохранять, но и удалять из памяти смартфона. Для загрузки кликните по нужному языку, а для удаления по значку корзины рядом с ним. Все переводы слов и фраз вы можете сохранить в собственном словаре, чтобы позже к ним можно было вернуться. Для этого нужно лишь нажать на звездочку, в мобильном приложении она отображается прямо напротив перевода, а веб версии сервиса под ним. Перейти к списку сохраненных переводов на смартфоне можно будет через главное меню. Нажав на разговорник, на ПК путь к этому разделу лежит через кнопку звездочки. Еще одна полезная опция перевода текста из приложения. В Android смартфонах Google Переводчик предлагает удобную функцию быстрого перевода из любого приложения, где можно выделить текст. К примеру, текст в документе не нужно копировать, а достаточно выделить его и развернуть контекстное меню, нажав три точки, а затем выбрать здесь «Перевод». Поверх исходного приложения откроется окошко переводчика, где при необходимости можно будет сменить язык или прослушать произношение. Эта функция включается в настройках приложения, в разделе с логичным названием «Быстрый перевод». А если вам нужно перевести целую страницу сайта, сделать это можно следующими способами. Просто скопирую и вставлю отдельный текст в переводчик. Это может быть удобно с небольшими фрагментами текста. Помимо этого можно скопировать ссылку на страницу сайта и ставить ее в Google Переводчик. В окне справа появится ссылка на этот же сайт, но уже на нужном языке. Если вы пользуетесь браузером Chrome при посещении зарубежного ресурса, в адресной строке справа вы увидите иконку Google Переводчика. Нажав на нее вы сможете перевести сайт целиком. Ну и последняя функция – Перевод документов. Эта функция актуальна только для веб-версий сервиса. Она позволяет загрузить из памяти компьютера текстовый документ и посмотреть его перевод. Это могут быть файлы следующих форматов. Их вы сейчас можете видеть на экране. Для загрузки документа нужно нажать здесь «Документы» и указать путь к документу на ПК. После выбора файла остается нажать кнопку «Перевести». Текст откроется в этом же окне. Качество такого перевода иногда оставляет желать лучшего. Но с простыми документами функция может быть полезна. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.